Эхо в сердцах слушателей. В Ульяновске прошла творческая встреча с саратовской поэтессой и журналистом Мариной Бирюковой. Творческий вечер приурочили ко дню православной книги. Для жителей Симбирска-Ульяновска встреча с поэтом и журналистом из Саратова Мариной Бирюковой была долгожданной. Многие ценители поэзии знали стихи и прозу Марины Александровны, опубликованные в литературном журнале «Симбирск». Для меня эта встреча будет личной впервые, но внутренне, заочно я давно для себя открыла Марину Бирюкову как поэта, даже без дополнительных эпитетов. Это самое важное, поэт глубокий, глубинный. Творческая встреча «Не ищите нового, ищите вечного» ко дню православной книги прошла в читальном зале Ульяновской областной научной библиотеки Дворца книги. Ведущей творческого вечера стала главный редактор литературного журнала «Симбирск» Елена Кувшинникова. На встрече присутствовали представители литературных объединений города, прихожане храмов и участники движения «Симбирская православная молодежь». Марина Александровна рассказала о своем творческом пути и прочитала стихотворения из авторских сборников. Затем она ответила на вопросы из зала. Сотрудник информационно-издательского отдела Саратовской епархии, журналист, постоянный автор порталов «Православное по Волжье» и «Православие.ру» Марина Бирюкова является автором четырех сборников стихов. Для поэзии Марина Александровна характерны чувства нерасторжимой связи с миром природы и надежды на чудо, которое непременно должно случиться. Ее стихи отличают сочетание философской глубины и пронзительного лиризма, удивительная способность одушевлять мир. Это ее первая творческая встреча с ульяновскими читателями. Особенно отрадом для нее стал факт, что эта встреча состоялась накануне Дня православной книги. «Книга – это тот сосуд, которому передается огонь. Огонь передается через века, огонь передается через тысячелетия. Поэтому, наверное, нет смысла долго говорить о том, насколько значима вообще, насколько важна для нас книга. И в современных условиях дело не в интернете. В интернете тоже есть книги, они тоже хорошие, они тоже там выложены, они там размещены. Дело в том, что современная цивилизация, к сожалению, человека приучает к такому клиповому мышлению. То есть человек не может задерживать надолго свое внимание на чем-либо. Это одна из наших действительно задач. Вновь и вновь и вновь разными способами, уж не знаю, с каким успехом, но возвращать людей к книге. Не только молодых, всех. Творческая встреча никого не оставила равнодушным. Это были новые, свежие, литературные, поэтические эмоции. То есть она рассказала о себе, рассказала о своем творческом пути. Вот такая замечательная книжечка приобретена, где ее замечательные стихи. И хочется сказать, что нечасто в жизни встречаешь вот таких вот умных, мудрых людей, которые говорят о том, что в принципе мы все должны задумываться о том, что первоначально смысл жизни в том, что мы созданы действительно творцом. Мы не должны об этом забывать. Марина Александровна передала сборники стихов «Чувства весны» всем гостям творческой встречи. Она попросила помочь старинному восстанавливающемуся храму в селе Стригай, базарно-Карабулакского района Саратовской области. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.